Всем привет! Вы на канале Девайс. В сегодняшнем видео мы обсудим топ 7 мониторов 27 дюймов. Не забывайте поставить лайк, обязательно подписаться и включить уведомления на нашем канале. А мы начнем! Открывает наш топ монитор Samsung C27JG50QQI. 27 дюймовый экран устройства обладает максимальным разрешением 2560 на 1440 пикселей и позволяет пользователю долгое время работать или играть без дискомфорта для глаз. Монитор с серебристо-черным корпусом, имеет тонкие рамки вокруг экрана и комфортные углы обзора, равные 178 градусам по вертикали и горизонтали. Являясь технологичной игровой моделью, компьютерный монитор Samsung C27JG50QQI привлекает малым временем отклика пикселя, всего 4 мс. Установить устройство можно как на включенной в комплект настольной подставке, так и на стенде на стенном кронштейне с креплением веса размером 75 на 75 мм. Для взаимодействия с ПК монитор, укомплектованный внешним адаптером питания HDMI кабелем, предлагает видеовыходы DisplayPort HDMI 2 штуки. Из минусов можно отметить большую и не совсем удобную подставку, также отсутствует регулировка высоты у подставки, только наклон. Небольшие засветы по углам, если смотреть чуть сбоку, то они немного портят картинку. На базовых настройках бледные цвета, приходится долго настраивать. LG 27GL650F – это мощный игровой монитор с высочайшими характеристиками производительности, который выведет ваш игровой процесс на новый уровень. Этот монитор поддерживает HDR10 для отображения деталей в ярких и темных частях содержимого с высоким динамическим диапазоном. Таким образом, геймеры получат более яркую картинку и блики с более глубокими тенями и силуэтами. Очень яркие, сочные и насыщенные цвета благодаря собственной IPS-матрице выдают потрясающее изображение, большой запас по яркости. Днем легче стало, все видно даже при солнце. 144 Гц – как результат, плавность картинки не только в играх, но и во всей системе. Нет гостинга, светового шлейфа от курсора. Наличие G-Sync для обладателей видеокарт ниже тысячной серии является важной опцией, так как FreeSync поддерживается только от тысячных версий. Удобное меню, джойстик плюс есть программы для настройки монитора через систему. Качественная сборка смотрится стильно. Нет выпирающих рамок сверху и сбоку, как на старых мониторах. Они есть, но идут вровень с экраном и всего лишь по 0,5 см. Удобная и устойчивая подставка, можно двигать по высоте и поворачивать. Если надо повесить на стену, отсоединяемая подставка. Из явных недостатков можно отметить следующее. MBR 1 мс режим не работает вместе с G-Sync. Нигде об этом не говорилось, приходится выбирать что-то одно. Колонки лишний раз приходится насильно выключать через устройство в системе. Мешают при переключении с наушников на нормальные, но это будет не для всех минус. Также 5-миллисекундный отклик кого-то может не устроить. Пропускается BIOS, если не поставить патч для DP 1.3 и 1.4 от NVIDIA. Монитор AOC27B1H диагональю 27 дюймов облачен в тонкий трехсторонний корпус черного цвета. Для удобства пользователя устройство можно наклонять вперед. Экран основан на IPS-матрице с LED-подсветкой и разрешением 1920 на 1080 пикселей. Матовое покрытие дисплея препятствует возникновению бликов при ярком освещении. Одно из крупных достоинств монитора AOC27B1H – наличие технологии защиты зрения. За таким глаза не устанут даже при многочасовом использовании. Экран монитора обладает контрастностью 1000 к 1 и частотой обновления 60 Гц. Это значит, что высококачественное изображение обновляется моментально и при этом плавно. Углы обзора по вертикали и горизонтали составляют 178 градусов, что позволяет смотреть на него с одинаковым комфортом для зрения из любой точки помещения. Я заметил только три явных минуса этого монитора. Первый – это подставка в виде ножек, из-за этого монитор становится неустойчивым и хлипким, поэтому шатается при малейшем шевелении стола. Но в то же время такая подставка занимает мало места. Второй – из-за IPS-матрицы на темном фоне видны засветы. И третий – некомфортно играть в новые шутеры из-за 7-секундного времени отклика, но за свои деньги он выжимает на полную. Достоинства этой модели – стильный безрамочный дизайн и хорошее качество материалов и сборки. Удобное управление с помощью пятипозиционного джойстика, достаточно эргономичная подставка и наличие веса совместимого крепления. Самая быстрая IPS-панель среди всех, что есть на рынке, и неважно, что частота вертикальной развертки всего 144 Гц, монитор легко может побороться на равных со многими скоростными TN плюс фильм решениями. Поддержка Adaptive Sync, AMD Free Sync и NVIDIA G-Sync Compatible в диапазоне от 48 до 144 Гц. Расширенный цветовой охват на уровне 94-95% DCI-P3 и реальный рабочий режим эмуляции пространства sRGB. Достаточно точная заводская настройка по гамма-кривым, что является большим плюсом, так как у большинства мониторов этого нет. Несильно выраженный бандинг для игрового IPS и хорошее качество градиентов при стандартных установках и после ручной настройки. Высокая стабильность оттенков серого в части изученных режимов. Широкий диапазон изменения яркости при стабильном коэффициенте контрастности. Отличная равномерность подсветки на черном поле, очень хорошие углы обзора. Практически неразличимый кристаллический эффект при любом положении пользователя перед монитором. Но есть и недостатки этой модели. Низкая равномерность подсветки по уровню яркости на светлом поле, явление нередкое, увы. Высокая цена, учитывая отсутствие аппаратного модуля G-Sync. После калибровки качество градиентов ухудшается заметно сильнее ожидаемого уровня. Странно, учитывая небольшие правки в лут видеокарты. Отсутствие системы подсветки внешнего пространства и встроенной акустики. Монитор AOC C27G1 обладает рядом преимуществ, таких как VA-матрица как для игр, так и для повседневной работы. Изогнутый экран в играх позволяет погрузиться в процесс. Подставка с регулировкой по высоте и вращению и возможность настенного крепления. Множество настройок и профилей. Реальные, 144 Гц и минимальный отклик в миллисекундах. Возможность управлять настройками программно, скачав софт iMenu. В комплекте кабель HDMI и DP, что очень редкое явление. Меню монитора, включая программное iMenu на русском языке, что тоже достаточно редкое явление. Недостатки. Присутствуют засветы, которые видно в ночное время и только на черном фоне. Туго нажимаются клавиши органов управления. Подставка большая и неудобно, если маленький стол. Этот монитор отличается от других глубиной черного цвета. Черный цвет именно черный, а не серый. Никаких засветов на матрице. Глаза не чувствуют дискомфорта, не болят, даже продолжительная работа с изогнутым экраном не вызывает усталости глаз, благодаря чему повседневные занятия становятся более комфортными. Практическое отсутствие рамки с трех сторон экрана подчеркивает гармоничное сочетание максимального поля зрения и эстетичный вид. Темный корпус и Y-образная подставка придают монитору стильный вид, благодаря чему он великолепно смотрится на столе, также устойчиво стоит на своей ножке. Также из преимуществ стоит заметить, что у данной модели удобный и небольшой блок питания. Шикарная картинка, насыщенная и без засветов, но нужно покопаться в настройках. Из минусов можно отметить, что хоть подставка стильная и красивая, но неудобная из-за своего большого размера. Отсутствует дисплей-порт, начальные настройки оставляют желать лучшего. Высококачественный игровой монитор с 27-дюймовым экраном, поддержка изображений с расширенным динамическим диапазоном HDR10, широким цветовым охватом и встроенной акустической системой с сабвуфером. Физический размер глянцевого тонкорамочного экрана составляет 597 на 335 мм, а в его основе использована 10-битная 8-бит плюс FRC матрица типа AAS IPS с подсветкой WLED без утомляющего зрения высокочастотного мерцания. Такая матрица имеет повышенную максимальную яркость до 350 кандел на квадратный метр, расширенный цветовой охват 95% цветового пространства DCI-P3 и великолепные углы обзора до 178 градусов во всех направлениях. Благодаря поддержке 30-битного цветового представления монитор BenQ EX 2780Q может отображать более миллиарда цветов, что значительно повышает детализацию HDR-изображений в тенях и засветах. Плотности пикселей в 109 ppi вполне достаточно для точного отображения ультра-детализированных текстур и мелких шрифтов. Благодаря повышенной до 144 Гц частоте кадровой развертки и технологии Advanced Motion Acceleration, монитор способен выводить изображение высокой четкости даже в самых динамичных игровых сценах. Недостатки. В комплектации нет кабеля DP для поддержки 144 Гц. Отсутствует регулировка высоты. При снижении яркости менее 7 единиц начинает слегка мерцать правая сторона монитора на светлом фоне. Если вам понравилась наша подборка, обязательно ставьте лайк под видео, подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры на канале девайс. Всем пока!